Как встретить 1 января, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое 31 декабря? Вот этот вопрос тревожит массу людей каждый год, которые с трепетом, ожиданием, с какой-то радостью и в то же время опаской устремляются к праздничному столу. Ты устремляешься к праздничному столу? Сначала к праздничной плите, к холодильнику, а к столу, если добегу, конечно. Женские обязанности. Ну, в общем, мы с Натальей Рогалевой и Владимиром Мутовкиным пообщаемся сегодня и поговорим о том, как надо встречать Новый год. Тема, в общем-то, для обсуждения не новая, но год от года не менее актуальна, мне кажется. Она просто полезна, ведь этот Новый год, как и многие другие, нам еще предстоит пережить. И как сделать с минимальными потерями и с большим вкусом от праздника, вот об этом сегодня и поговорим. В нашей передаче, да. Поехали. Вообще, конечно, удивительно слышать до Нового года три дня, мы на работе. Ну что, дорогие, все равно надо собраться. Сегодня прекрасно, четверг, 28 декабря, на часах 7 часов. Мы в прямом эфире, программа «Тут еще вечер» с неизменным номером телефона пока 607044. Сегодня вы можете звонить нам. Ну, в общем, мы разрешаем вам сегодня многое. Вы можете кого-нибудь поздравить, можете нас поздравить, мы тоже любим. Поделиться рецептом, как прекрасно встречать Новый год. Да, а это вот важно, это уже о полезном. Это все было приятно, а теперь о полезном. Вот как пережить? Может быть, у вас есть такая хорошая рекомендация, как чтобы праздник провести, и это было празднично, но в то же время, чтобы это было как-то не очень вредно. Нам подсказывают чудесные вещи режиссеры, но мы ее оставим для своего использования. В общем, еще раз 6744. Ну, а в интернете, на наших страницах, в соцсетях есть голосование. Сегодня незатейливый вопрос, ваши планы на новогодние каникулы. Здесь тоже такой набор и приятных, и, видимо, не очень полезных забав. Например, вкусно поесть. Ну, можно продолжить и утрировать до фразы на объездце, например. Увидеть родственников и друзей, покататься с горок на лыжах на коньках, выспаться перед телевизором, сходить в баню. Можете что-нибудь нам тоже в комментариях оставить, тоже обсудим и поговорим. Прекрасно. Я думаю, что мы сегодня окунемся в волшебный мир подготовки к Новому году и рассмотрим эту тему со всех возможных и невозможных сторон. Кстати, вот люди очень активно окунаются в последние дни в подготовку. Я имею в виду посещение магазинов, потому что заметен ажиотаж вокруг. И это вот тоже надо пережить. А что делать? Ну, что делать? И вот тут вот я до эфира разговаривала с коллегами и поделилась информацией. Вот, например, страховые компании считают предновогоднее время, я имею в виду автовладельцев, для них, крайне опасным периодом, потому что благодаря тому, что на парковках мало свободных мест, много суеты и пакетов, машина страдает по мелочи, но так неприятно. Конечно. Когда петарда прилетит в бок вашего автомобиля. А, это же второй момент. Вот один в парковке. У магазинов второй момент дворы, потому что это петарды, игры, драки, заехали в санках. Так что, ну вот, как обезопасить машину, не знаю, но поглядывайте на нее почаще. Ну, поставьте ее подальше. Поглядывайте, как вашу машину разбили санками. И надейтесь, что санки застрахованы хотя бы по ОСАГО. Застрахуйте. Санки, да? Санки, да. Хорошо. Ну что, я предлагаю продвигаться вперед. И, наверное, давай посмотрим уже сюжет, как ты смотришь на это. Ну, давай. Ну ладно, сюжет у нас, конечно, не добавит нам ситуации опасности, но он скорее позволит вам определиться или, возможно, понять, что бы вы хотели подарить. Ведь при изобилии подарков выбрать их сложно. А сегодня Анастасия Дакимова расскажет вам о том, как сделать их своими руками. Вот такой незателивый, но крайне полезный сюжет о том, как не встретить гостей с пустыми руками. В общем, мастер-класс от наших корреспондентов. До Нового года остались считанные дни. Если вы все еще не успели купить подарки всем своим друзьям, родным и знакомым, то сегодня мы научим вас сделать замечательную елочную игрушку, которая, я думаю, понравится всем, а подарки, сделанные своими руками, это всегда здорово и приятно. Итак, с чего мы начнем? Начнем с того, что распечатаем сначала выкройку. Выкройка любого размера, какая нам звездочка больше понравится, сердечко, звездочка, кругляшок. И обводим на ткани. Для того, чтобы сделать елочную игрушку своими руками, вы можете использовать почти все, что попадется вам под руку. Мы будем использовать выкройку из бумаги, ткань с новогодним рисунком, декоративные материалы, кружево, бусы, блестки, а еще нитки и клей, чтобы все соединить. Так, заготовка у нас готова. Полностью прошита. Теперь мы прорезаем отверстие, через которое мы будем ее набивать. Для набивки используем синтепух или холофайбер. Интересный факт. Для набивания игрушек рукодельницы используют китайские палочки или настоящие хирургические зажимы. Елена, как опытная рукодельница, украшает свою игрушку заранее подготовленным слепком из полимерной глины. Ну а я, как дилетант, использую все, что мне приглянулось. Для мелких деталей и кружева отлично подходит клеевой пистолет. А для крупных и объемных, таких как слепок из глины, лучше использовать прозрачный, быстро сохнущий клей. И тогда такая игрушка будет украшать елку не один год. Добавим немного блеска. И, конечно, не забываем сделать петлю, чтобы повесить нашу игрушку на елку. Ну и все. Вот такие чудесные звездочки у нас получились. Они еще и звенят. Да. Такие погремушечки. Я думаю, такая игрушка понравится всем. Либо на вашей елке, либо на елке ваших друзей, знакомых и родных, которым вы решите ее подарить. Ну а сделать ее можете любой. На что хватит вашей фантазии. Моей вот хватило на коня и погремушки. Станет прекрасным подарком. Небольшим, но очень милым. Этот режиссер нашей трансляции Антон Шастин подсказал, что родителям знакомы такие поделки. Надо каждый практически месяц в школу что-то похожее таскать. Ну для них это тоже, знаете, эпитет пережить Новый год, это и про них тоже. Потому что в школу, правда, много приходится готовить, преимущественно ночами, а тут недосып, понимаете, повышенная нервозность в квартире. Это тоже стрессовая ситуация. Если так быстро и дешево себе родить, найти тряпочек. Это не так и быстро, ну прям совсем. Да? Ну есть любители, есть любители. Ты любишь? Украшать елки. Я люблю, чтобы блестящие были игрушки, ну прям вот винтажные, прям советские. А есть такие, которые... Да. Я вчера ездил на выставку стеклянных игрушек. Где? Ох, она находится в Чикаловском поселке. Далековато ехать, я вам рекомендую. Рекомендуешь? Называется КТОС Чикаловский. Они могут, кстати, уже закрыться. В выходные они точно закроются. Может, последний денек завтра поработают. Ну, довольно интересно. Игрушки старенькие. Практически с 30-х годов можно посмотреть. Там, кстати, Деды Морозы и старые гирлянды из лампочек, которые вот выворачиваешь, если то вся гирлянда тухнет. У меня в детстве такие были. Сейчас-то китайские светодиоды. А эффект тот же самый. Одна лампочка вываливается и все. Нет. Из них нужно отручать. Ну, они все равно как-то частями у меня горят. Не сложилось у меня ни с теми, ни с другими. Гирлянды люблю. По поводу чего еще? В новостях нам на тему безопасности наш на Новый год подкинули. Вот буквально два дня Роспотребнадзор выдает один за другим рекомендации. Вот сегодня услышала, что они решили официально объявить о том, что не нужно кормить детей конфетами с алкоголем. Ну, вот вдруг кто не знал. Ну, решили еще рассказать. А вот вчера говорили о красной икре. Но мы вчера в эфир не выходили. Сегодня еще раз решил обратить внимание о том, что крайний, ну, продукт, который еще многие покупают перед Новым годом, специально к праздничному столу, может быть чрезвычайно опасен, если в нем содержится запрещенная добавка Е239. Так что еще раз напоминаю, посмотрите на этикетку, почитайте и уберегите себя от неприятности. У нас, кстати, дозвонился телезритель, давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представляйтесь и слушаем, что вы хотели сказать. Я хочу поздравить свою знакомую Таисию Петровну с днем рождения, ей 83 года исполняется, 31-го, и с Новым годом вас всех и ее в том числе. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Федоровна. Любовь Федоровна, да? Вот посмотрите, Любовь Федоровна заводилась к нам в прямой эфир и уже начала Новый год марафон поздравлений. А вот все равно от вас совет. Как вот так встретить Новый год, чтобы хорошо было и полезно? В этом году я встречаю Новый год вообще с новыми силами. Я сделала ремонт в комнате, все навела чистейший порядок, жду в гости всех. Отлично, отлично. Можно и вас тоже? Кормить будете? Конечно, а как? До отвала, наверное. Нет, я одна живу. Ну, гостей-то, если много придет. А, гостей дети, у меня детей много, внуков, правнуки и друзей много. Так что... Ну что, спасибо вам огромное. Я вас тоже от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет светлый, счастливый у вас. Ну, много подарков, поздравлений и еды, чтобы все наелись до отвала. И самое главное, что мы всегда желаем друг другу и в день рождения, и в Новый год, это, конечно, здоровье. И вот о нашем здоровье, о том, как его уберечь, я предлагаю поговорить с нашими гостями, которые сегодня пришли к нам в тот еще вечер. Правильно. Не будем занимать время, а пригласим экспертов. Сегодня в гостях программы «Тот еще вечер» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Усачева и врач-травматолог-ортопед клинического медико-хирургического центра, кандидат медицинских наук Александр Тютюников. В уходящем году Александр Валерьевич защитил кандидатскую диссертацию. Любит активный отдых, путешествия, охоту и рыбалку. Считает, что главное в жизни – любить свое дело. А Елена Владимировна согласна с английской пословицей, которая гласит, что самая высокая должность человека – быть врачом. Ведь именно врач берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Ну что, давайте с основных каких-то правил начнем. Добрый вечер, во-первых. Добрый, добрый, добрый. Какие основные правила, как встречать Новый год, чтобы потом 1 января можно было встать, сделать зарядку и на лыжи поддержать? Сделать зарядку, ничего себе, ты в маху дал. Есть какие-то основные правила? Ну, как бы правил, прописанных стандартно нет. Есть пожелание к тому, чтобы люди не переедали в первую очередь, потому что, наверное, это самая главная проблема, которая... Я думал, что не перепивали. Ну да, ну я имела в виду, что еда и алкогольные напитки – это все вот в одном сочетании происходит. И как бы нужно здесь быть умеренным в еде. В том отношении, что люди делают ряд ошибок, вот, готовясь к Новому году. Ну, наверное, можно по очереди, да? Давайте рассказывать. Ну вот, первая ошибка, наверное, которую мы делаем, это когда 31 числа мы начинаем готовить еду. Мы ее готовим, 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 готовим. Никого к столу не подпускаем. Все ждем, когда мы сядем за стол вечером. Аппетит нагуливаем, да? Все голодные, нагуливаем аппетит. И в итоге получается, когда мы садимся все за стол, там, ближе к 12 часам, все сразу раз наелись, и возникает ощущение переполнения в желудке, тяжесть, дискомфорт, и, соответственно, настроение не очень. Поэтому нужно все-таки вот в течение дня питаться, перекусывать, давать своим родственникам допуск на кухню, кормить их в течение дня, как обычно, завтрак, обед, ужин, и, соответственно, вот к вечеру будет новогодний стол. То есть у стола все сядут и поедят нормально немного, да? Да-да-да, потом хозяйка, почему ж никто не ест? Я для кого старалась? Ну-ка быстренько, это что такое? Бабушка вон ждет гостей. Да, боже мой, я никогда не видел, чтобы все пропало. Как раз первого будет... А первое, второй момент, да. Это же второй, сейчас изобретят, есть первого. Да, салаты, которые простояли на столе 6 часов, особенно с майонезом, огурцами, квашенными всякими овощами и фруктами, они опасны, в принципе, поэтому вот все, что простояло на столе 6 часов, оно должно быть выкинуто, утилизировано. А в холодильник? Нет, все, они простояли 6 часов, то есть там завелись микроорганизмы, которые могут спровоцировать кишечную инфекцию. 90% отравления начиналось со слов, да что ему в холодильнике сделать. Совершенно верно. Поэтому вот нужно планировать свой ужин таким образом, чтобы это было 2-3 часа, потом, может быть, еду убирать в холодильник, менять блюда, и тогда это будет более безопасный вариант. Тогда часть пищи останется на первое число. Вот эти настоявшиеся новогодние салаты первого числа. А не пусть в холодильнике настаиваются, не на столе 6 часов, не в теплом помещении, не в квартире. То есть приготовить отдельно порцию на первое число, которое будет стоять в холодильнике? Нет, можно приготовить много, но на стол поставить, допустим, порцию, которая будет съедена за короткий промежуток времени, чтобы этого не было. С чувством ты каким-то прям конспектируй, я так чувствую, тебе это прям очень интересно. Я аж готовить буду. Да, и миллионы наших зрителей тоже. Вот, они все должны поставить в холодильник и к столу доставать только порционно то, что будет съедено за короткий промежуток времени в течение полутора-двух часов. Потом добавлять, естественно, доставая с холодильника. То есть такой стол, раз выносится тарелка, все берут, съедают, выносятся следующий. Но это идеальный вариант, да? Блюда много, поэтому стол будет, в принципе, заставленный. Понятно, не наш случай, в общем-то. Какие-то еще добавки? Пункт 3. Пункт 3, ну, наверное, это все-таки напитки, потому что здесь у нас возникает другая проблема, когда люди начинают злоупотреблять алкоголем. Есть люди, которые не готовы к тому, чтобы это употреблять, и новогодняя ночь — это первый за долгий промежуток времени день, когда он употребляет сразу много. Поэтому вот некоторые врачи рекомендуют готовиться к Новому году заранее. То есть правы те, кто уже... По чуть-чуть, да? По чуть-чуть. Поэтому и не рекомендуется смешивать алкогольные напитки в разных градусах. Ну, вы мне, наверное, поможете в этом. Я знаю, что понарастающее можно. Говорят, градус понижать нельзя, а повышать можно. Понижать нельзя, повышать можно. Все-таки это правда, да? Да, и не рекомендуется употреблять вместе со спиртным газированные напитки, потому что они улучшают сасывание алкоголя, и человек быстрее опьянеет. Поэтому лучше использовать морсы и соки, которые не содержат газа. То есть вот эти убийственные коктейли с газировкой... Не рекомендуется. Быстрое опьянение наступает, поэтому лучше запивать соком, морсом и другими жидкостями, которые газ не содержат. Самое главное — меру знать. Где эта мера? Кто эту меру когда проверял на себе, а? Ну, тем не менее. Я знаю про академика Павла, есть такая байка, что он когда-то в юности писал работу по алкогольному опьянению. Поставил лофитничек, начал наливать, выпивал и записывал свои ощущения, да? И последняя запись была «Глаза остекленели». Весьма неразборчиво. А вот я же к Александру предлагаю беседу подключить, потому что после того, как мы наелись и ощутили тяжесть, и уже, знаете, насиделись, мы пошли гулять. Что начинается тут у нас? Тут начинается настоящее веселье, да? То есть если... А у нас народ очень любит гулять, очень любит отдыхать. Он перестает контролировать свои действия зачастую. И это приводит к достаточно таким серьезным травмам, да? То есть основные новогодние травмы, это травмы, которые люди получают, китайские с горки, это повреждения голеностопного сустава, в том числе переломы, да, переломы локтевого сустава. Они падают, разбиваются, да. А вот эти жесткие приземления на копчик? Ну, жесткие приземления на копчик тоже бывают, да, травмы копчика. Но наиболее частые, да, такие основные травмы зимнего периода, это травмы голеностопного сустава, лучезапястного сустава и локтевого сустава. Все, что связано с подвухованием в голеностопном составе и опорой на верхнюю конечность. И что делать надо? Многие пытаются отсидеть. Алкоголь в крови, анестетик. Так на самом деле и бывает. Чаще всего в сам Новый год, в 31 число дежурство, оно практически холодное. Обращений никаких нет. И основной вал пациентов приходится на первое, на второе, на третье число. Когда человек начинает понимать, что у него действительно болит, и это не проходит, он начинает обращаться к врачу. И на самом деле этого делать категорически строго не рекомендуется. Потому что если ты сам не понимаешь, то окружающие все равно должны понять, что с тобой что-то не то. И в срочном порядке направить за квалифицированную медицинскую помощь. Потому что ситуации бывают разные. Порой они сопряжены не только с повреждением каких-то костных структур, но нарастающий отек может вызвать очень грубые нарушения кровоснабжения, иннервации вплоть до потери конечности. Я не пугаю, да, на самом деле так говорю. Поэтому если человек получил травму, особенно если нарушена функция какой-то либо конечности, то в невзамедлительном порядке нужно вызвать скорую и обращаться. Ну вот человек ударился, как он должен понять, что он опухает, не может пошевелить? Вот нарушение деятельности конечности, это вот то, что нельзя пошевелить рукой? Да, но на самом деле та травма, которая должна насторожить человека, это травма, которая сопряжена с резкой потерей функции конечности. То есть если при падении, при потыкании мы видим, что человек видит, что он не может двигать рукой, что у него, грубо говоря, рука болтается резко и очень выраженно растает отек, то в этом случае незамедлительно нужно обращаться со медицинской помощью. И настоятельно как бы рекомендую не пытаться заниматься самолечением, что-то вправить, потому что порой это может усугубить ситуацию. Достаточно обеспечить какую-то иммобилизацию и после этого уже... Шину наложить, да? Да, какую-то шину, можно из подручных материалов, но допустим, если есть повреждение лучезапясного сустава, то есть отек в области лучезапясного сустава, невозможности выдвижения, взять какую-нибудь картонку, да, твердую, банально замотать шарфом, да, чтобы была неподвижность лучезапясного сустава и вперед. А что надо, скорую вызывать или самому в трампунт ехать? Лучше всего скорую, почему? Потому что... Сели все пьяные. Потому что, да, действительно, там бывают такие ситуации, когда приезжают оралосочувствующих и все они стремятся помочь пациенту, мы это прекрасно понимаем, но порой они приезжают в стационары, которые абсолютно не дежурят по неотложной помощи, то есть там даже, возможно, и травматолога-то и нет. Поэтому лучше всего обращаться в скорую помощь, где диспетчер знает и определяет, каковы дежурный стационар, ну, либо если где-то рядом там есть травмпункт дежурный неотложный, то можно туда обратиться, и там уже пойдет маршрутизация, в зависимости от степени терапевтизации. Ну, или в БСМП, я знаю, что она постоянно дежурит, да, в горячем режиме, да? Ну, травмпункты, они везде, в каждом районе есть свой травмпункт, поэтому какой ближе туда направят? Самое главное, да, это обращаться за медицинской помощью в свое время. Это точно, потому что, как там говорят, у вас золотой час существует, да, возможно, травма будет и не очень серьезная, но потом на лечение потребуется невероятно большое количество времени. Но это у вас такие полезные советы, вы сами им следуете, когда встречаете Новый год? Стараемся, конечно. В основном, в основном, получается, да. Да, мы же должны следить не только за собой, мы же должны за окружающим следить, у нас же большая семья, которой мы должны тоже, как бы, и советовать, и оказывать медицинскую помощь. Так я сейчас подумаю, если с вами рядом у кого-то случится что-то, вы же сами можете и вывих вправить, или к нам первую помощь оказать, можно вообще никуда. Значит, это сейчас только что правило родилось, встречайте Новый год в компании со знакомым врачом. Узнаете, где же ближайший врач, подружитесь. А вообще, вот это правильно, когда тебе уже ты наелся, пойти погулять? Конечно, правильно, это совершенно верно. Даже вот рекомендуется во время застолья вставать каждый час для того, чтобы усилить двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, улучшить пищеварение, и потанцевать, походить, на прогулку выйти. Поэтому, когда все идут стрелять петарды, это хорошо, после застолья не сидеть. Идите ты даже. Да. Но это должны быть не активные действия, я так понимаю, а просто такая прогулка, разминка. Ну, не надо там. Но какие активные вы имеете в виду? Ну, взять снежного городка, например. Да. Ну, вот на полный желудок. Боком не выйдет? Ну, не боком не выйдет, дискомфортно будет человеку это делать. Он не сможет это просто сделать. Есть большие сомнения. В бассейн он не пойдет, тяжести он поднимать не будет, поэтому в новогоднюю ночь только прогулки. Да. Даже выйти на балкон, проходить по квартире, по двору, там, кто в частном доме, по дому живет, кто в многоэтажках, выйти на улицу, прогулять. Снежок убрать, да, в принципе? Нет, убирать снежок нельзя. Это тяжелый физический труд. Мы говорим о прогулках и о легком, ну, не труде, а о легких физических упражнениях. Легких, лёгких, лёгких. Можно на морозный, свежий воздух выйти, заняться физическими упражнениями. Ну, это я так вот вижу. Ну, так, присесть. Ну, гимнастику. Да, гимнастику. Ну, кстати, ну, а почему нет? Да, мне действительно нравится. Единственное, что вот мы вспоминали перед эфиром, петарды запретили взрывать в городе. С другой стороны, ха-ха-ха, кого это остановит? Не, не, ну, это очень хорошо на самом деле. Это хорошо. Потому что педотехническая травма, вот не дадут соврать мои коллеги, микрохирурги и компустеологи, ну, те, которые занимаются ожогами, это очень тяжелый травм. Слава богу, в последнее время эти травмы становятся все меньше и меньше. Потому что буквально лет, наверное, 6-7 назад поступали очень тяжелые травмы и с ампутациями фаланг, пальцы, да, то есть когда петарды взрывались в руках. Это очень серьезные травмы. Особенно у детей. Да, у детей, да, травмы лица, глаз, то есть это очень серьезная вещь и, опять же, опять же, если вы планируете запускать пиротехнику, то старайтесь доверять это наиболее трезвому человеку из вашей компании, потому что вещь-то очень серьезная, может перевести в кучу тяжелых последствий. Я так понимаю, что в компанию надо еще и сотрудника МЧС с собой приводить. Ну, тогда получится веселый новый год. Ну, а что, врач, сотрудник МЧС, и хорошо, и все целые. И полицейский еще в нагрузку. Не нравится. Ну, хорошо, а почему это происходило? Был некачественный товар или просто сейчас люди научились пользоваться петардами? Я думаю, что, наверное, это связано с самосознанием больше людей. И плюс, наверное, ну, я не эксперт в качестве пиротехники, да, но сейчас в большинстве своем продажей пиротехники, да, занимаются определенные компании, которые продают сертифицированные продукции. Да, хорошие магазины, да, да. Да, а раньше, ну, вот если мы вспомним, там, буквально 10 лет назад, мог пойти там на оптовку, закупить какую-то китайскую пиротехнику, абсолютно непонятную, какого происхождения, что там внутри. И вот, на самом деле, были... Идешь и вы сертифицировать. Планируется, вроде, не очень холодная погода на новогоднюю ночь, но даже при плюс 3-4 градусах можно получить переохлаждение и обморожение, когда высокая влажность окружающего воздуха и ветреная погода. Поэтому нужно думать, как одеться перед тем, как выйти на улицу, особенно если эта прогулка будет долгая, ну, больше 30 минут. Алкоголь расширяет сосуды, тепло, организм отдает быстрее. Да, 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 да. И снижается чувствительность, то есть алкоголь же притупляет чувство человека, поэтому он не осознает, что уже вот наступает вот тот момент, когда надо зайти в помещение и согреться, или одеть варежки, одеть там шарфом укутаться. Просто шапку нужно обязательно надевать, без шапки не ходить. И варежки. Муши отпадут. Я вспомнил еще один анекдот, ну ладно. Это потом. Я, казалось бы, безобидная вещь, сон. И вообще вот эта вот традиция кутить по ночам, потом, в общем, мы же сбиваем здорово график, а нам на работу-то все равно выходить. Вот когда и как его управлять? Во сколько речь пойдет? Это зависит от того, наверное, когда люди выходят на работу. Есть люди, которые отдыхают все новогодние праздники, а есть, которым уже первого числа идти на работу, в том числе вот врачи-катастрофы. Которые дежурят по неотложной помощи. Много врачей, которые первого числа в восемь утра уже заступят на новое дежурство. Поэтому, наверное, у них новогодняя ночь не будет очень долгая, а в двенадцать часов они лягут спать, чтобы к восьми утра уже прибыть, не сменить ту бригаду, которая была 31 декабря. Я вообще всегда сочувствуем относился к этим профессиям вот именно в такие дни. Пожарные, врачи, это не вздохнуть, не охнуть. Люди любят свою работу. Зато профессия очень почетная и гуманная. Самая гуманная, что у нас учитель, врач. Ну ладно, неважно на самом деле. Ну что, мы поговорили, в общем-то, об основных опасностях, которые нас ждут в Новый год, и вы рассказали, как с ними бороться. Означает ли это, что надо надеть шапку, спрятаться под одеяло и не высовываться вообще никуда, и лучше не праздновать? Это самый идеальный с точки врачебный Новый год будет. Нет, жарко будет. Жарко, оденьте под одеяло. И он голодная станет. И голодная. Совсем не по-нашему. Нет. Просто, ну, на мой взгляд, просто нужно знать меру. На самом деле. Хорошо. Ваши пожелания давайте нашим телезрителям. Время наше подходит. Счастья, здоровья, успехов, сбытия мечт и хорошего настроения. Сбытия мечт. Я знаю, многие застолья начинаются с этого тоста. А я, наверное, добавлю, чтобы следили за своим здоровьем, и чтобы мы пореже видели их у нас в очередении. Чтобы мы с врачами встречались за праздничным столом. Совершенно верно. А не в стационаре, правильно? Да. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Рассказали. Было очень весело, интересно. И, главное, познавательно. Удачи вам и с наступающим новым врачом. Спасибо. Вас тоже с Новым годом. Эх, какие у нас прекрасные гости. Они вселили в меня надежду, что можно встретить Новый год ни в чем себе не отказывая, но в то же время сберегая свое здоровье. С салатами для меня, конечно, сегодня прям, ну, я как бы знала, что... Кто не услышал, мне более шести часов на столе, а потом выкидываем. И вот, нет, с одной стороны, это действительно, чем хозяйку не добавит ей работы, если она на два тазика разделит, один оставит на утро, один поставит на стол. Я тоже не знаю. Но сейчас можно обтянуть пленкой специально, поставить в холодильник. На балкон можно выставить это. В общем, все разом на стол не выставлять. Вот, если кто-то что-то пропустил, во-первых, программа в записи выйдет, вы пересмотрите. А во-вторых, не ставьте все сразу вкусное в холодильник, чтобы потом не было мучительно неприятно первого числа. Мучительно больно. В области гастроэнтера чего-то там. К тому же, среди ваших планов вкусно поесть в том числе фигурирует, хотя это не самая популярная вещь, большинство из вас планирует в эти новогодние каникулы увидеть родственников и друзей, а также выспаться перед телевизором. Благо, что по телевизору много что можно будет посмотреть. О, а главное, можно будет посмотреть, что 12 канал. Ну, как, конечно, да. Не то, чтобы сам себе не похвалившись, никто не похвалит, но просто правда. Мы приготовили для вас тот еще новогодний вечер и настоящий игровой художественный фильм. В общем, после Нового года это такой блокбастер 12 канала, а до Нового года это развлекательная программа. У нас много интересных гостей, много шуток, веселья, ну, как и положено в новогоднюю ночь. Мы не будем загружать вас с какими-то сложными вещами, мы будем вас просто развлекать. Так что включайте 12 канал, садитесь за стол, ну, как положено, встречайте Новый год, как сказали наши гости, зная меру. Ну, а наша передача в этом году с вами прощается. В прямом эфире, да, прощается. Ее сегодня для вас провели Владимир Мутовкин. Наталья Рогалева. Мы увидимся с вами уже в следующем году, и пусть он будет прекрасным. Берегите себя и хороших вам вечеров. Пока. Субтитры подогнал «Симон»